Это Любовь Соболь. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова записала видеообращение к народу. В нем она признала ошибки и попросила поддержки у людей. Уважаемые жители Владимирской области, хочу обратиться к вам не как губернатор, а просто как человек. В воскресенье, 23 сентября, во Владимирской области пройдет второй тур выборов губернатора. Первый тур Орлова хоть и выиграла, но с очень маленьким отрывом всего в несколько процентов. И вот теперь, после того, что случилось с выборами в Приморье, Орлова хочет получить побольше голосов и для этого записывает видеообращение. И какое видеообращение? В нем она рассказывает, что признает свои недоработки, говорит, что сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять и обещает работать со всеми. Какие проникновенные слова, какой чудодейственный эффект выборов. Стоило только замаячить в перспективе проиграть выборы, так сразу чиновники смиренные становятся, ошибки признают и про важность доверия народа рассказывают. А вот совсем недавно губернатор Орлова говорила совсем по-другому. Например, называла местная независимая СМИ сплетницей и рассказывала, что про плохие дела в области пишут иностранные агенты. Какая разительная перемена. Посмотрев на результаты выборов в Приморье и не желая такого развития событий для себя, губернатор же не говорит про бандеровских прихвостней, она говорит, что готова работать со всеми. Но не думая, что Орловой это сильно поможет. У жителей области есть объективные причины быть недовольными властью, их не справить одним видеообращением. Например, по данным Росстата, на апрель прошлого года 55% работников Владимирской области получали зарплату в 25 тысяч рублей и меньше. Как думаете, хотят люди с такими зарплатами на 18-й год стабильности голосовать за представителя действующей власти? Я думаю, что многие не очень хотят. Что и показал первый тур выборов. Сыграла свою роль и пенсионная реформа. Орлова, как представитель Единой России, поддержала повышение пенсионного возраста. Второй тур выборов о Владимирской области пройдет уже 23 сентября. У владимирцев есть редкая возможность действительно решить судьбу власти. Решайте. Сейчас самое время показать все, что вы думаете про Светлану Орлову и Единую Россию. РБК опубликовал рейтинг 500 крупнейших по выручке компаний России. На первом месте там, как нетрудно предположить, Газпром. Но если по выручке Газпром лидирует, то вот по рыночной капитализации он даже не на втором месте. Рыночная капитализация – это сколько акций компаний стоит на рынке. Многие думают, что Газпром стоит дороже всех России. Но это уже давно не так. В начале сентября Газпром ненадолго проиграл по капитализации даже компании Новотек. Новотек – это частная газовая компания. И она в несколько раз уступает Газпрому по добыче газа. Да как вообще какая-то газовая компания России могла оказаться дороже Газпрома? Это же наше народное достояние. Но оказалось, что может. В 2008 году глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что через 7-8 лет капитализация Газпрома достигнет триллиона долларов. Тогда Газпром стоил больше 300 миллиардов долларов. И ему оставалось подорожать в три раза. Но вот прошло 10 лет. Капитализация Газпрома в районе 57 миллиардов долларов. А дороже триллиона долларов стоит частная американская Apple. В мае аналитическая компания Сбербанк CIB выпустила отчет о российских нефтегазовых компаниях. И один из главных выводов там, что главными выгодоприобретателями от правительства Газпрома по строительству трех экспортных газопроводов являются не его акционеры, а подрядчики. Как правило, Газпром строит газопроводы не сам. Он нанимает для этого строителей подрядчиков. И среди этих подрядчиков компании Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, близких к Владимиру Путину. Ротенберг вообще один из самых известных друзей президента. Они знакомы больше 50 лет и вместе занимались дзюдо. После выхода этого отчета глава Сбербанка Герман Греф лично звонил Алексею Миллеру и извинялся. Отчет назвали не профессиональным, а его автора, аналитика Александра Фэка, оперативно уволили. В 2016 году Фэка признали лучшим аналитиком России, о чем с радостью сообщал Сбербанк на своем сайте. А теперь вдруг его отчет оказался непрофессиональным. Сразу после отчета про Газпром и друзей Путина, какое поразительное совпадение. Газпром может стоить и зарабатывать гораздо больше. Только для этого кое-кто должен хотеть развивать национальное достояние, а не только помогать зарабатывать своим друзьям под дзюдо. Московскую старшеклассницу забрали с урока на разговор с оперативником Центра Э. Ее спрашивали про митинги и вызвали на Петровку 38. По закону вы имеете полное право ходить на митинги. В Конституции так и написано. Граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания. Но в реальности после похода на митинг вас могут вызвать на беседу. 19 сентября ученицу 11 класса, Московская школа номер 67, забрали прямо с урока алгебры. Школьный психолог отвела в кабинет директора побеседовать с представителем Центра Э. Оперативник спрашивал про митинги, про то, как она о них узнала, и все в таком духе. Девушка не растерялась, уходила от ответа и фактически ничего не рассказала. Потом, по словам девочки, оперативник сказал, что она сделала что-то очень плохое. Мол, ты же знаешь, что бывает с такими на Петровке 38. И тут хочется спросить у наших доблестных служителей правопорядка. А что бывает? Вы что, угрожаете что-то сделать с девочкой на Петровке? Вы слышите, что вы говорите? Вы пугаете ребенка за поход на митинг? Вы там совсем уже? После этой беседы школьницу отпустили, но сказали прийти на Петровку 38 вместе с мамой. Мама уже нашла адвоката, и это абсолютно правильный поступок в данной ситуации. Как и то, что девочка фактически отказалась что-то рассказывать без адвоката. В России школьников давно запугивают из-за митингов и поддержки Навального. Например, во Владимире замдиректора одной из школ грозило детям изъятием из семей за посещение штаба Навального. А вот в Калининграде директор школы рассказывала школьнице про попадание в ФСБ и что девочка загубила карьеру. А теперь вот и оперативники с учениками стали беседовать. Ходят по школам, детям про то, что бывает на Петровке 38 рассказывают. Интересно, так они себе представляли защиту правопорядка? Не преступников ловить, а детей в школах про митинги расспрашивать? На самом деле все это не смешно. Они пугают детей, школьников из-за митингов. Прекрасной России будущего так быть не должно. Полиция будет заниматься ловлей преступников, а не ходить по школам и запугивать там молодежь. Люди с активной гражданской позицией – это будущее России. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok